Православные, католики, мусульмане, христиане, веры евангельской, адвентисты 7 дня, бахаи. Сегодня в Гомеле зарегистрированы 64 религийные приходы 15 конфессий. Когда меркалась по выниках опытания, которое было проведено в начале этого года, больше 60% респондентов лежат себя религийными людьми. При этом религийные установы наведывают все без выключения опытания, правда, с разной периодичностью. Что тыжится непосредственно деянности организации, то никаких порушений у деючего законодавства тут не отзначено. Вся работа прошлого года показала, что нарушений нет и работают все достаточно конструктивно и в достаточно плотном взаимодействии как с органами исполнительной власти, так и с другими общественными организациями. Мета-посержения Гомельска-Гарвы-Канкама не только анализ деянности религийных организаций, но и активизация сотрудничества с ними, сирот огученных пропанов, распространение туристических маршрутов с унесением у их культовых будинков, организация субботников на территории приходов. Обращение ведения парадки это позволит проводить профилактическую работу сирот граждан и знакомых с культурными и религийными традициями. Оказание допомоги тем, кто имеет о ее реальную потребу. Причем у этого на керунку уже многое сделано. На приконце минулого года областная организация Белорусского товариства «Червоного крыжа» и Гомельская епархия Белорусской православной церкви открыли кризисный центр для особей, которые опынулись в тяжкой жизненной ситуации. Обращение лета с епархией выдатковала маль 30 тысяч рублей на лишение и реабилитацию хворых детей. Займаются доброчинностью и римско-католитские приходы. Для детей Гомеля и так само Гомельской области видим, что многие детки с инвалидами, которые находятся на утромании батьков, не имеют такой возможности, как дети разом споткаться, отпочить или провести реабилитацию. Кашчоз, допомога его спонсоров, они не только в Белоруссии, но и в Аустре, они шукают средства. Это немало средства, это миллионы евро на реализацию такого проекта. Они шукают, и этот проект реализуется. И еще одно подтверждение реальности развития конструктивного диалога. В прошлом году Гомеля в 30 раз пройшел межконфессионный субботник, который по коль в Беларуси аналогов не имеет. Доброго упорядкованием города разом занимались представители разных вероизнений. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».